Итак, говоря о мозге, мы склонны думать, мы уже говорили о табула раса, ваяет что-то и это сохраняется по мере взросления. Но ребята, были же все эти идеи и гипотезы вокруг. НАСА провели исследование нейропластичности мозга в космосе. Я говорил, что мы вернемся в космос. Итак, они проверяли в космосе. Нулевая гравитация. И в нулевой гравитации, вот показательный танец в нулевой гравитации. Билл, этого не было в фильме «Гравитация». У людей не поднимались так волосы. Чувак, я понимаю, что это шоу на радио. Так что я взял волосы и поднял их, будто бы они в спреи для укладки волос. В фильме «Гравитация»? Да. Они этого не делали. Не делали. Омэгэ. Ради бога. Ваше чувство баланса, которое требует от тела наличия гравитации, вектор гравитации, другие вещи, ваше зрение, чувство дня и ночи. Потому что в космосе, если вы на орбите Земли, Солнце встает и заходит каждые 45 минут. То есть это полностью не совпадает с вашим ритмом. И вот они провели исследование. И они обнаружили, что мозг обладает пластичностью. То есть вы полностью адаптируетесь к тем измененным условиям. Более того, мозг строит новые клетки и в некоторых случаях навсегда меняется для этой среды. Из-за перманентных изменений есть предположение, что не стоит отправлять в космос детей, потому что непонятно, как это повлияет на их взросление. А что может быть при взрослении? Что случится? Ты спятишь. Какой результат этой нейропластичности? Я знаю человека, у которого глаза изменили форму. У астронавта. Типа квадраты? Они стали квадратными? Та штука, в которую ты засовываешь сваренные вкрутую яйца, и ты сдавливаешь их в холодильнике. Какая часть глаза? Не мог бы прояснить. Весь глаз. Парень, который отправился в космос с глазами военного пилота, а по возвращению они уже не так хорошо закрывались, и видел он не так далеко. Ему нужны очки, чтобы они восстановились. Я была бы, аккуратно говоря о перманентных изменениях. Потому что, когда мы говорим о нейропластичности, если ты можешь что-то изменить в одну сторону, то ты можешь вернуться и в обратную сторону. Но я думаю, что причиной не отправлять развивающийся детский мозг в космос в том, что это самый важный период развития. И если они упустят некоторые стимулы во время этого периода, то у них могут быть проблемы. Ты говорил о суточном ритме, верно? Я не хочу говорить о сознании, я имею в виду, но я говорю это слово с маленькой буквы О. Наше осознание дня и ночи, ты говорил, что у твоего тела те вещи могут измениться, у твоего тела есть обычный режим, который короче, чем такой же период на Земле. Не ровно 45, но это реально портит твой режим сна. И у тебя нет глубокой фазы сна. Поэтому отправить этот развивающийся организм будет очень-очень плохой идеей. Не говоря о том, что у моих детей болят задницы от полутора часов в полете. Можете представить, как это отправить их на Марс? Думаю, что вполне можешь представить это. Ты идешь в JetBlue и включаешь какой-то телевизор в сиденье. Вот что меня интересует, Хизер. Если есть эта нейропластичность, когда тело может адаптироваться к стрессу, который появляется в космосе, то почему мы не адаптируемся больше на Земле? Почему люди подвергаются стрессу и заканчивают в психбольнице? Подожди, здесь два совершенно разных вопроса. Я думала, ты спросишь про работу в ночную смену. Типа, сложно ли работать в ночную смену? Нет-нет. Почему это два разных вопроса? Если твой мозг может адаптироваться со всей этой пластичностью, которой нейробиологи могут похвастаться, то почему у нас есть люди, которые сходят с ума на Земле? Это две разные вещи. Итак, люди, вот первая вещь. Я ходила и действительно встречала людей, которые обладали экстраординарными способностями, выходящими далеко за рамки того, что, как мы думаем, возможно. Необыкновенная память, терпимость к боли, все эти вещи. Вы ввели телешоу на эту тему. Была передача на телеканале Discovery под названием Superhuman Showdown. Мы путешествовали по всему миру, чтобы найти людей с такими необычными способностями. Один человек мог задерживать дыхание под водой на 22 минуты и не умереть. Он мог хоть немного говорить с рыбами. Но удивительно, как далеко мы можем продвинуть себя, свою физиологию и свой мозг. Поэтому, я думаю, что многое из того, о чем люди беспокоятся, это то, что они думают, что они не могут адаптироваться нам. На самом деле, мы можем адаптироваться намного дальше того, на что, как мы думаем, способны. Другой вопрос, почему люди попадают в психиатрические лечебницы. Я думаю, у этого есть разные причины, почему люди сходят с ума. Но я думаю, что это не из-за отсутствия нейропластичности. Я полностью поддерживаю это. Ладно, прямо мой товарищ. Даже люди, которым очень грустно. Это из-за хэви металла. Этот ритм. Этот ритм. Как я уже говорил, мозг можно модифицировать в рамках определенных биологических ограничений. Так что, если вы рождены с определенной предрасположенностью, или я имею в виду просто со структурными различиями в мозге, вы можете зайти далеко. Но мы определенно можем выйти далеко за рамку того, куда, думая, можем прийти. Как вы думаете, если мы увидим кого-то еще, у кого есть способности, и они люди, то можем ли мы также попытаться получить эту способность? Опять же. Опять же, это в рамках определенных пределов. Поэтому сверхлюди, с которыми я встречалась, все тренируются по многу часов. И, несомненно, тот парень, который мог задерживать дыхание, у него уже с самого начала был большой объем легких. Он с этого начал и развивался в этом. Так что, я думаю, что мы все можем пойти дальше в наших рамках. Есть книга о спортивном питании, в которой говорится об исключительных спортивных способностях, о которых мы особо не задумываемся, когда видим олимпийских спортсменов. Они находятся на совершенно другом физиологическом уровне, чем мы даже можем себе представить. Мы бы подумали, Майкл Фепплс отличный пловец. Нет, у него руки действительно длинные, его ноги практически перепончатые. Его тело отличается от нашего. Он чудовище. Это странно. Когда вы наблюдаете за пловцами высокого уровня, они плывут примерно в два раза быстрее, чем обычный человек. Конечно, дело в их теле. Я могла плавать весь день, но я никогда бы не выглядела так же, потому что я не родилась с этой генетической предрасположенностью, чтобы у меня были действительно длинные руки и перепончатые пальцы. Я думаю, ты отлично выглядишь. Вот что действительно важно. У меня есть вопрос, но на более поверхностном уровне. О спорте. Вы видите определенные группы населения, такие как люди из Доминиканской Республики, которая является такой маленькой страной, но оттуда большая часть людей, играющих в высшей лиге бейсбола. Это потому, что у них есть группы... Это очень каверзный вопрос. Мы так и знали, что вы его зададите. Потому что вы смените тему на синагогу. Я не собирался говорить ничего расистского, если только вы не попросите. Это больше о том, как кто-то может задать вопрос о наблюдении за другими людьми из той же группы, что и ты, но добивающихся больших высот и виден на живом примере, что может быть возможным. Будет ли это делать тебя более восприимчивым к этим возможностям? Ты хочешь или мне продолжить? Давай, давай. Если говорить проще, не будем усложнять. Это большое социологическое, связанное с поведением в среде влияния. Я не знаю. Я знаю, я пишу об этом диссертацию. Извиняюсь, теперь твоя очередь. Я просто думаю... Ой, Хизер, найден ли ген бейсбола? Вот что он хотел узнать. Ну, вы рождаетесь с некоторыми биологическими предрасположенностями в отношении, к примеру, атлетических способностей. Но это опасно. Особенное распределение мышечных волокон, что часто встречается у бегунов. Я думаю, причина получения людьми того, о чем мы говорим, она может быть весьма спорной. Есть об этом книга «Колоколообразная кривая». Об интеллекте. И там сказано, хорошо, мы проделали все эти исследования, взглянули на популяцию из n-ого числа людей с каким-то конкретным происхождением. Одни были с высочайшим IQ, другие нет. И это может привести к ашкенадские евреи. У кого же самый высокий IQ? Погоди, у меня тоже. И игроки высшей лиги бейсбола это все начали. Вот куда тебя занесло с этим. Да, именно так. Потому что тот фактор, что как для любителей бейсбола, другая серьезная мотивация в этих странах состоит в возможности играть в бейсбол круглый год. Вот я еще вчера был в Миннеаполисе и там это было бы сложным предприятием. Белый снег, белый мяч, трудно. Так что есть еще... Это было по-расийски. Есть еще невероятная денежная мотивация, которую можно заработать в высшей лиге. Вы видели мировую классику бейсбола? Было дело. По большей части Латинская Америка. Выдающиеся игроки. Просто выдающиеся игроки, но им не хватает еще кое-чего. Я бы сменила тему. На что угодно. На хоккей? Я бы послушал про сон. Давайте обсудим Евгенику немного. Почему же люди из Бостона такие нежные? Их лица... Они такие красивые и нежные. Итак, Хизер, давайте поговорим о сне. На кой черт мы должны спать? Какая же это трата времени, думаю я. Ты только что сказал, на кой черт мы спим? Да. Мы буквально могли бы в это время учиться каратэ. Нет, я просто говорю. Каждый раз, когда я сплю, думаю, я должен был учить каратэ. Я читаю, я учусь, развлекаюсь, и потом, черт, пора спать. Пребывать в полукоматозе следующие 8 часов. Если бы пришельцы спустились на землю, вы бы вели отличную беседу, а потом сказали, «Извините, я прилягу в полукоматоз на 8 часов. Я вернусь к вам». И он бы думал, что с тобой не так? Может они ложатся на 16? Ты же не знаешь? Нет, я знаю, наверное. Так зачем мы спим? Последняя теория, к которой мы пришли, самое существенное нейронаучное свидетельство показывает, что мозг очищается. Так в течение дня вы подвергаетесь разным стимуляциям, и для мозга почти невозможно объединять все это каждый день. Он бы захламился. Ночью же происходит прореживание, закрепляется полезная информация, укрепляется. Независимо от ее точности и достоверности? Ну, по-разному. Это психопат. Я просто привел пример. Итак, это своего рода прореживание. Без такой очистки, по наблюдениям исследователей, у лишенных сна людей могут возникнуть разные проблемы. Наблюдается связь недостатка сна с заболеваниями типа Альцгеймера. Это происходит из-за своего рода белковых язв и узелков, и сон помогает их убрать. Итак, ты говоришь, что люди, не получающие сон в... Нет. Так и знала, что вы это скажете. Я просто спросил. Чтобы уточнить, она говорит, что люди с Альцгеймером просто большие сони? К какому же заключению мы придем? Если вы сони, у вас будет Альцгеймер. Так и работает наука. Итак, запомните, играйте в бейсбол. Это сложно. Итак, что... Ну, к примеру, воспоминания. Если вы готовитесь к экзамену, у вас получится лучше, если вы качественно поспите. Не стоит зубрить всю ночь. Дайте мозгу закрепить связи, установленные нами, и избавиться от бреда и мусора. Хорошо. Но одни спят по пять часов, другие все девять. Так стоит ли тому, кто спит по пять, спать подольше, а тому второму меньше? Сложно сказать. Не думаю, что есть точная цифра. Есть те, кто утверждают, что нужно спать энное количество часов. Но люди разные. Кому-то не нужно так долго спать. Я не так много сплю, и я считаю, что если мы в целом продуктивно, функционируем, справляемся с делами, то есть определенная вариативность. Хорошо, но если ты спишь недостаточно, ночь была мучительна, и мозг сходит с ума. Происходит так, что у людей появляется галлюцинация. Они происходят из-за того, что мозг не может очиститься, и вся информация перемешивается. Также, если нарушить быструю фазу сна, точку. В быстрой фазе много что случается. Но это удивительная штука. Бывают же люди, как Эдисон или Черчилль, высокофункциональные люди, которые спят по 4 часа в сутки. Или 2 часа в сутки. Это скорее что-то экстраординарное. Множество людей, Билл Клинтон тоже, Маргарет Тэтчер, они спали ночью всего по несколько часов, но потом в течение дня они спали по чуть-чуть. И в этом что-то есть. Но они все говорили, что как минимум делали небольшие перерывы на сон, что может давало мозгу время на очистку и обновление. У них также было много подчиненных, ассистентов и поваров. Ты описываешь перерыв на сон или периодические интрижки в течение дня. И то и другое звучит хорошо. Зависит от человека. Было открыто, что быстрая фаза сна нарушена у космонавтов, которые видят восходы и заходы каждые 45 минут. У них нарушен ритм сна. А ведь они могли бы просто задвинуть шторы, разве нет? Я думал об этом. Эти ночные маски для глаз. Ага. Я размышлял, вы бы подумали. Это все эконом-класс. Туда не включена эта штука. Да, они не выдают этот мешочек. Вы говорите, они летают на космических кораблях в эконом-классе без масок для сна? Но исследования показывают, что лишенные сна, в частности быстрого сна люди, восполняют его позже. Так что они будут дольше находиться в быстрой фазе, когда у них будет возможность поспать. Хорошо. Это особенность человека, не ошибка и не замысел. Я имею в виду, если бы была возможность сделать как-то лучше, без сна, было бы замечательно, но пока... Но это касается всех видов, никто не может без сна. Этого я не знаю. Не знаю. Медузы. Кальмары. Водоросли. Рыбы. Я бы сказала, есть периоды медленного метаболизма, у всех видов растений, как минимум. Но как же... Всегда есть периоды отдыха. Есть периоды отдыха, даже если они не зовутся сном, все же это период отдыха. С точки зрения эволюции, кто-то может спросить, есть ли преимущества в меньшей потребности во сне? Будут ли такие люди более успешными, становятся главами производства и невероятно богатыми? Но тогда должно быть что-то преимущественное, то есть вовлекающее огромное количество информации в течение дня, которое может помочь принимать новые, более сложные решения, правильно? На следующий день. Я так понимаю, усвоенная информация имеет для вас большее значение для выживания на следующий день. Если бы это было эволюционным преимуществом, поэтому так. Понял. Но есть же животные, дельфины вроде, у которых спит только половина мозга, вторая же в боеготовности. Одна половина в курсе, если приближается хищник. Самураи. Когда другая спит. Люди, которые спят с подушками и мечами. Медведи-самураи. А правда, что львы спят по 20 часов в день или что-то вроде того? Я не знаю. Да, Хизер, это правда? Я не знаю все обо всем. Ты когнитивный нейробиолог, правда ли, что львы спят по 20 часов в день? Да, спят. Они спят по 20 часов в день. Это было в журнале Тайм? Нет, я… Ты ходил в зоопарк с детьми? Нет, однажды я был на сафари. И это правда. И я помню, как узнал это. И, к слову, вся охота возложена на самок. А львы, самцы просто идут и едят первые. Избавляются от детей и идут обратно спать. Да. И такая куча называется прайд. Львиный прайд. Стая ворон. Скучные эксперты. Группа медуз. Этот звук всех раздражает или только нейробиологов? Мы все слышим, так что все в порядке. Я думаю, что это обратная связь. Это высокочастотный звук, который попал в наши наушники несколько секунд назад. Итак, сколько ты спишь по ночам? На самом деле, где-то по 5-6 часов. Так же, как и я. Я тоже сплю по 5,5 часов. И немного ложусь дремнуть на выходных. В субботу у меня шаббат. Я ложусь поспать на 20 минут. Я даю своим детям печеньку и говорю, что буду гораздо лучшей матерью, если смогу поспать 20 минут на этом диване с берушами. Я обещаю. А сколько твоим детям? 5,5 и 8. Наверное, когда они были намного меньше, ты вообще не спала? Ну вообще, да, честно говоря, это замечательно, когда у тебя рождается ребенок. Я кормила грудью, и мне буквально приходилось вставать каждые 2 часа примерно 4 или 5 лет подряд. Буквально каждые 2 часа. У тебя получалось заниматься? Я написала тезисы, пока кормила старшего. Я буквально ложилась с ним и печатала. Я занималась анализом данных и писала и правила мои тезисы вместе с моим первым сыном. Но да, замечательно снова иметь возможность поспать. И еще она знает три языка. Я впечатлен. Значит, 5,5. А сколько ты спишь? Ну, сейчас моему ребенку 3 месяца. Так что… И я кормлю грудью. Это наиболее спокойная часть ее дня. На самом деле я сплю прямо сейчас. Половина твоего мозга. Ты дельфин. Билл? А мне нужно 7,5. Более того, хочу заявить, что я обучен искусству дрема. Я занимаюсь этим часами. Я занимаюсь этим треть своего времени. Искусство дрема? Пол? Очень варьируется. Я думаю, что, возможно, около 6 или 7, хотя похоже, что сейчас я проваливаюсь в сон, в этот 20-минутный сон. Я не говорю, что прямо сейчас сплю, пока я говорю, но где-то в 5.30-6 часов утра обычно я оборочаюсь, смотрю, простите, что прерываю. Я замечаю, что часто засыпаю. Это шоу на ESPN. Да? Около 14. Хорошо. Да, что-то около 14. Да, от 6 до 8. Это странно. Я сплю по 5,5 часов. Я нормальный. 6,4 часа. Я бы сказал, от 5 до 8. Еще немного сплю после обеда. После того, как попишу свои странные штуки. Пока кормлю грудью. Пока кормлю грудью. Съели? Я не человек. Дракон. Я кормлю грудью очень милого дракончика. Хорошо, к слову, когда все это закончится, бар открыт. И там есть специальный напиток, который мы изобрели только для этой программы. Он называется «Застуди мозги». Так что, если вы попросите «Застуди мозги», мы придумали его. Его не существовало до этого вечера. И по цвету он немного похож на ваш мозг. Мозговое вещество. Но он очень вкусный. А звучит неплохо. Ммм, серый напиток. Калуа, молоко и ногти. Так что, зацените после ответов на вопросы. Итак, вы готовы вернуться? Хорошо. Давайте сделаем это. Мы вернулись. СтарТок Лайф. Мы говорим о науке о мозге. И я бы хотел узнать, что уготовило нам будущее. У меня здесь написано, что в каждом мозге есть 16 тысяч километров волокон. Это невероятно. Это, черт возьми, компьютер. Но есть кое-какие проблемы. Нет. Я серьезно. Нарушение мозга у некоторых людей. Итак, каковы надежды на то, что мы сможем разобраться во всем этом и, возможно, сможем исправить проблемы людей? Вы просто залезаете внутрь и режете связи? Или режете и зашиваете? Какое у всего этого будущее? Ну, вообще, это довольно большая проблема. Понять, как работает мозг. Мы говорим о 100 миллиардах нейронов и квадриллионах связей, возможных связей. Так что понимание работы человеческого мозга – это одна из самых великих тайн. И мы усиленно работаем над этим. Но когда мы поймем, как он работает, тогда, как механику нужно знать, как работает машина, чтобы заменить что-то, если она сломается, они знают ее устройство. Поэтому могут ее и починить. Поэтому узнать основные структуры – это только начало. Но разве это не слишком упрощенно? Не то чтобы с философской точки зрения, просто ведь в физике, в физике вы можете описать какую-то молекулу воздуха, отталкивающуюся от другой. Это описание не даст вам понимания всех их свойств. Вам нужно как бы сделать шаг назад и сказать, у воздуха есть температура, отдельная частица не обладает температурой. Мы описываем макроскопические вещи, которые приводят нас к функции. Ты не думаешь, что в связи с этим мозг может нам не поддаться? Ты хочешь сказать, что если мы поймем, что такое мозг, то мы поймем, что такое разум. Это то, что ты имеешь в виду? Да, да, да. Это бы значило, что есть люди, которые думают, что разум или сознание – это системное свойство мозга. Это просто само по себе происходит. Ты это хочешь сказать? Да, эта эмерджентность возникает при его работе. То есть, если будет достаточно микросхем, то получится разум. Да, получится эта вещь, которая называется сознанием. Есть так называемая простая проблема сознания, которая на самом деле не такая простая. Но если, скажем, мы можем увидеть корреляцию каждой нашей мысли с работой каждого нейрона в мозге, давайте скажем, что мы сможем все это определить. Но все еще останется сложная проблема, заключающаяся в том, почему эти связи, эти химические взаимодействия вызывают у нас субъективные переживания. Это называется разрыв в объяснении. Возможно, мы не сможем полностью объяснить это, но я думаю, что нам надо с чего-то начать. И простое понимание основ – это то, с чего стоит начать. Могу я задать, может быть, очень тупой вопрос. Мы знаем, что сознание находится в мозге? Я бы рискнул ответить «да». Потому что… Дайте продолжить. Потому что я знаю, что если убрать половину своего мозга, он будет функционировать, так? То есть, вы убираете левое полушарие, и правое полушарие перенастроится. Но если снова отрезать половину, и останется только четверть мозга, останется ли сознание? В какой момент наше сознание исчезнет? На скольких подопытных ты провел этот эксперимент? Да мы каждый день этим занимаемся. Но если серьезно, какая это выборка? М. Да, когда он встанет на ноги? По сути, это философский вопрос. Говорят, что если убирать маленькие кусочки или части мозга, сколько мозга нужно для того, чтобы появилось сознание? И некоторые утверждают, что для этого хватит даже ствола мозга. И мы знаем, что это неправда. Потому что если взять полностью взрослого и убрать всю кору, или если у него будет повреждена кора, то они теряют сознание. Однако есть дети, которые рождаются без коры. У них есть только ствол и какое-то подобие того, что мы называем сознанием. Разве мы их не называем проклятые дети? Нельзя шутить про анэнцефалию. Нельзя шутить про анэнцефалию. Я не знал, что у этого есть название. Я разговаривал с собаками, я видел, как собакам снились сны. Собаки испытывают радость перед открытиями. Может ли собака страдать от неуверенности в себе? На самом деле, мне кажется, что я видел и такое. Нет, ну собака у такого строгого, злого хозяина, она выглядела, будто парализованная. Типа, если перейдет линию, то хозяин ее ударит. И значит, насколько далеко мы можем уйти от... Как это? Резус? Как там было его имя? Мартышка Резус, которая начинается на АК. Обезьяны, которые были в лабораториях Эми Фаулер. Капуцин. Капуцины. Да, капуцин. Да, историческая наука существует. Вау, отсылка к Петербургу и Содружеству Кентукки. Так вот, как далеко мы можем пойти? Было кошка, хоть и вскользь, но я немного поговорил с птицами, и это совсем другое, да? Я думаю, да. Билл, а ты прямо доктор Дулит, помимо того, что ученый парень. Как только мы поймем, как можно измерить сознание, тогда мы сможем сказать, есть ли оно у этого животного или ребенка, когда существует эмерджентность. Но пока мы не поймем, что это такое, есть несколько теорий о том, что такое сознание. И одна из них заключается в том, что когда появляется система, в которой есть определенное количество интегрированной разнообразной информации, на фундаментальном уровне она будет обладать сознанием. Это может быть как компьютер, это может быть любая система, например, нервная. Поэтому как только мы поймем, что такое сознание, мы сможем измерить его и понять. И еще я думаю, что важно подумать о том, цитата, ты уберешь половину мозга, ты на самом деле работаешь с дублирующими системами, верно? Да, есть некая асимметрия между левой и правой, но ты работаешь с половиной мозга, которая довольно точно повторяет все те же структуры, которую ты убрал. А вот когда ты начнешь резать эту половину, то не останется больше дублирующих структур. Потому что если останется только одна амигдала, ты не сможешь убрать эту амигдалу, потому что больше ничего не сможет занять ее место. Потому что если ты хочешь резать мозг или произошло что-то, что повредило кору, то у тебя останутся другие части коры, которые устроены точно так же и теоретически смогут взять на себя выполнение тех же функций. Но как только ты попадаешь в лимбические структуры и сублимбические структуры и так далее, там уже нет дублирования, поэтому нельзя просто продолжать отрезать пополовине. Это не то же самое, что и математический предел. Типа сколько мне нужно оставить, чтобы у человека осталось сознание? Это базовая основа математики. Ты понял, что я говорила? Я понял, что ты сказал, нельзя создать человека с мозгом размером с копейку, он слишком маленький. Ты все говорила резать, резать, а я все думал о твоей веганской поваренной книге. Брокколи, роб с мозгом, это не так плохо. Самая интересная вещь в том, что на самом деле можно убрать и амигдалу. А что значит гипоталамуса? Можно убрать и гипоталамус. Но как же я буду слышать? Хизер, ты говоришь слишком необдуманно. Я хочу сказать, что есть такие люди, которые рождаются с кальцинированной амигдалой. Да, на самом деле они болеют, из-за чего повреждается амигдала, и она больше не работает. Ну скажем, если у вас не будет эмоций, вы все равно будете обладать сознанием. Вы можете лишиться памяти, но все равно у вас будет сознание. Был такой случай в Англии, когда человек мог запоминать вещи только на 30 секунд. То есть каждые 30 секунд ему приходилось записывать. Я только что пришел в сознание, я только что впервые пришел в сознание, но у него все еще остается самосознание. Поэтому вопрос в том, сколько же мозга необходимо, чтобы получать субъективный опыт. Да, вообще-то это отличный вопрос. А как он помнит, как писать? Он смотрел момента? Это очень интересный вопрос. Это тот же самый вопрос. Это тот же самый вопрос. Это хороший вопрос. Он видел его 3000 раз, но каждый раз как будто впервые. И каждый раз мне нравится. Есть такая вещь, как процедурная память. Она отличается от декларативной памяти. Это как ездить на велосипеде. Именно. Значит, когда ты учишься чему-то моторному, например, ездить на велосипеде или завязывать шнурки. И что интересно с этим случаем из Англии, это то, что он был пианистом. Он мог, как только он начинал играть, он мог сыграть произведение полностью. А как только он переставал, он не понимал, что он делает, где он и так далее. Процедурная память связана с частью мозга, которая называется базальные ганглии, которые продолжают работать, даже если у вас нет декларативных воспоминаний или семантических воспоминаний, воспоминаний о вещах или каких-то фактов. Похоже, что все эти ваши исследования построены на людях с расстройствами мозга. Это один из лучших способов узнать что-то о мозге, когда ты смотришь на что-то, что можно найти в природе, когда это что-то не работает. И из-за всех этических проблем мы не можем этого сделать. Живым человеком. Так что мы берем то, что дает нам природа. Но в этом и суть. Любое поражение мозга отличается от других. Каждый случай отличается от других. И поэтому появляется много непредсказуемых вещей, когда ты сталкиваешься с такого рода синдромами. То есть вы делаете карту мозга, чтобы лечить такого рода расстройства, как Альцгеймер или Паркинсон. Просто больше спите. Я не могу это вылечить. У меня есть вопрос, у меня есть вопрос. Мой мозг несколько раз сканировали перед камерами в угоду уморительной научной комедии. И мне показалось... Ты что, сканировал мозг? Я ведь тебе говорил, что тебе нужно просканить свой мозг. Да, и там было пусто. Невероятно. Я просто так сказал. Там не пусто. Я просто им не пользуюсь. Вот и все. Значит, мне показалось, что если взять другой порядок величины, то есть какое текущее разрешение изображения магнитного резонанса, выглядело так, будто это полмиллиметра. Да. Что-то вроде того? Мне показалось, что если взять другое, ну, вместо половины миллиметра, 50 микрон, тогда можно будет понять, что происходит. Это не слишком по-редукционистски для тебя? Нет, мне нравится редукционизм. Я просто думаю, что если это путь, дело в том... Меня обратили в редукционизм после свадьбы. Счастливой жизни! Счастливой жизни! Состояние дело такое, что сейчас наши технологии позволяют взглянуть на микроструктуру мозга, потому что мы можем уловить активацию одного или двух нейронов у обезьяны или у человека во время операции. И мы можем посмотреть на микроструктуру и затем посмотреть на макроструктуру или на активацию разных вещей, например, на ФМРТ, что означает функциональный магнитный резонанс. Функционально-магнитно-резонансная томография. Что как бы показывает нам все издалека. Но нам нужно, чтобы было что-то между этим, вроде мезоуровня, чтобы понять, как все эти цепи устроены. Потому что если просто смотреть на то, как течет кровь в определенной области, что делает ФМРТ, это слишком... грубо. Именно. И другой способ слишком точен. Нам нужно что-то посередине. И есть определенные технологии, которые разрабатывают сейчас. Такие вещи, как оптогенетика. А, оптогенетика. Я немного читал про это. Это значит, вы берете фоточувствительные организмы или белки и затем регистрируете свет, который они испускают. Это так работает? Примерно так. Это что-то из гнева Хана? А это того стоило. Глубоко. Очень глубоко. У нас тут гики спариваются на сцене. И так можно тыкать иголкой в мозг живого человека без нанесения повреждений. По сути, можно ввести... Вы берете светочувствительные водоросли, берете гены, которые отвечают за это. Вставляете их в вирус, который затем вставляете, так сказать, в животное. Быстрее, Хизер, говори быстрее. Правильно, правильно. Ты только что сказала, что надо взять светочувствительный вирус, который вставляется в чей-то мозг. Я правильно услышал? Надо взять гены светочувствительной бактерии и нужно перенести их в мозг. Для этого используются вирусы. Это не опасно. То есть вирус делает работу вместо нас в чьем-нибудь мозге? Да, и вот что происходит. С его разрешения. Это дружелюбный вирус. Берешь вирус, суешь его в ухо, и он такой идет туда. Я помню, мы все это видели. Это водоросль, которую вы прицепляете к вирусу? Да, Юджин, да. Нет. Нет, Хизер, теперь я понял. Вирусная водоросль, Юджин. Все это знаете. Скажите, правильно ли я понял? У водорослей есть светочувствительные белки? Другого хорошего способа засунуть эти белки в живое тело нет, кроме как присоединить их к вирусу, и этим они и занимаются. Они начинают реплицировать. Они будут транскрибировать, правильно? Да, и что происходит? Теперь, куда бы вы ни вставили этот ген, он будет кодировать рецептор, чувствительный к свету. Так что, когда вы посветите на него, нейрон подсветится. И что было показано на мыши, к примеру, если посветить синим светом, то загорится вся сеть, потому что она активировалась. Доктор Роланд. Да? То есть, если вы светите на нейрон, он загорается, или когда он загорается, он подсвечивается? Нет. Окей, вы светите. Билл. Я поняла, о чем вы. Ну, когда вы светите светом, рецепторы, которые чувствительны к свету, открываются, и из-за этого загораются нейроны. Потому что происходит химическая активация всего. То есть, с вирусом вводится чувствительность, которую можно обнаружить, верно? Цель всего этого – сделать ее обнаруживаемой. В этом вся суть. Это вирусная водоросль Шрёдингера, да? Физическая шутка, Пол. Это классика, крутая шутка. Итак, Хизер. Это тебе не языком болтать. Хизеру этого есть и обратная сторона. Вы хотите помочь людям, у которых есть настоящие неврологические расстройства? Паркинсон. Но может быть, вы хотите сделать людей умнее? Или скорее, как ты сказала, суперлюдей? Я бы хотел уметь кидаться машинами. Что мне нужно сделать? Сколько мне нужно съесть водорослей? Вы или такие люди, как вы? Это в ее книге. Кто-то работает над тем, чтобы повысить человеческий интеллект. Есть такая вещь, как нейропротезирование. Мы уже используем это для лечения психиатрических расстройств. Когда мы имплантируем электроды, это называется глубокая стимуляция мозга. Но мы также можем имплантировать электроды для того, чтобы помочь людям, которые, например, глухи, снова услышать. Или помочь слепым людям увидеть. И эта технология еще только разрабатывается. Есть целая область, которая называется нейроинженерия, которая комбинирует... Именно. И в конечном счете, да, мы можем повышать память или повышать внимание при помощи этих нейропротезов. Это как выпить Red Bull? Так же. Окей, то есть вы стимулируете... Я имею в виду, наш мозг, насколько я понимаю, это химия и электричество, так? Есть ли что-то помимо этого? Вы оперируете как химией мозга, так и электрическими сетями в мозге при помощи магнитных полей и т.д. Верно? Хорошо. Так что если в этом суть, то я знаю, что в моем компьютере есть электрические сети, так что в будущем мы сможем присоединить мозг к компьютеру. Да? Ну а почему нет? По сути, мы уже... Мы уже так делаем. Мы уже в некотором смысле... Мы будем этим заниматься после шоу. Это круто. У меня есть один тривиальный вопрос по поводу магнетизма и мозга. Кажется, есть такие животные, которые могут ориентироваться при помощи своего рода железных, железосодержащих штук в их клетках, в их мозгах. Но мы так никогда не сможем. Как это можно исправить? Билл, а ты что, хочешь найти географический север? То есть ты просто хочешь отправиться на север? Я всего лишь хочу найти северный магнитный полюс. Ну, исходя из того, что МРТ работает, следует, что есть магнитные свойства. Я имею в виду, есть разнообразные свойства, которыми обладают наши тела. То есть наши тела обладают меньшими, более низкими магнитными свойствами. Но нет, мы не сможем ориентироваться с их помощью. Может, ты не можешь? Он не спрашивает дорогу. Но, Билл, у животных есть куча вещей, которых нет у нас. У меня есть крылья. Знаете, тритоны могут регенерировать конечности. Мы не можем. Орлы могут летать, а мы нет. Я имею в виду, просто иди вниз по списку. Хорошо, но мы говорим про мозг. Когда-нибудь наш мозг может стать как компьютер, и мы сможем подключаться к компьютеру, и сможем говорить на языках даже без их изучения. Сможем скачивать информацию. Спроси Маим. Она точно может. Нет, ответ нет. Погоди, но я думаю, что возможно ответ да. Не так ли? В конечном-то счете. Я имею в виду, есть же такие компьютеры, которые могут переводить почти как гугл-переводчик. Можно ко мне будет подключен гугл? Я просто в восторге. Хорошо, Маим. Маим, вам сейчас снесет крышу. Действуйте. Нет. Учить язык очень-очень сложно. Смотрите, я приведу пример. Мы не машины, и в теории можно представить себе мир, в котором ко мне бы был подключен словарь, который был бы подключен к компьютеру. Это позволило бы мне механически все переводить как машина. Но тонкости языка, взаимодействие, коммуникация, то, как мы отвечаем на вопросы и переживаем какой-то опыт через язык, все это практически невозможно засунуть в компьютер. Но может тогда не то, что я смогу говорить на другом языке, но как минимум смогу прочитать меню в другом ресторане. Могу тебя заверить? Да. Так что я буду знать, что за фигню мне сделают в Париже, да? Да, такое возможно. Кроме яиц. Или шампиньоны, которые везде в мире называют просто грибы. То есть, ты не можешь понять другой язык, но можно будет механически его переводить при подключении к компьютеру? Я просто предполагаю. Но я типа верю всему, что ты говоришь. А как вот, когда ты жуешь эти розовые пластинки, они показывают те места, которые ты не почистил? Как это работает? Блестяще. Итак, Хизер, что ты думаешь? Я пока ребатну Маим. Он сказал ребат? Кто бы мог подумать, несколько лет назад, что компьютер сможет победить человека в шахматы? Кто бы подумал, что компьютер когда-нибудь сможет победить человека в джепарде? Компьютеры довольно быстро развиваются. Поэтому почему язык, его контекст не станет очередной вещью, которую он познает? Так же, как и словарь для переговоров. Почему мы создаем какие-то границы? Ведь до этого все границы, о которых мы говорили, исчезали. Они сожрут нас живьем. Одна причина. Это не совсем правильное сравнение. Я о том же. Интеллект устроен по-другому, а вот знания. Компьютеры, если вы так хотите посмотреть, они уже умнее, чем мы. Они быстрее в математике, они могут проводить вычисления, переводить на разные языки. Они намного лучше с точки зрения хранения большого количества данных. И почему мы вообще как бы хотим вживить их в наш мозг? Сейчас у нас есть айфоны, нам больше не нужно запоминать номера. Компьютеры делают это за нас. Так что один из вопросов — это в пихать чипы в свою голову, чтобы знать вещи — это, конечно, не чип в моей голове, но он находится на расстоянии вытянутой руки. Это просто занимает несколько дополнительных секунд. В конечном счете он станет еще меньше и меньше, и вы сможете вживить айфон в свой мозг и говорить с ним, и он будет давать вам информацию. Так что вопрос в том, на что будет способен человек. Люди уже говорят со своими айфонами. Как инженер, я хочу сказать кое-что. Я хочу напомнить вам, что компьютеры не появляются из воздуха. Кто-то создает эти штуки. Не хочу шокировать этих ребят, да. Я поверю в это только когда увижу. Но с точки зрения коммуникации в другом языке, я могу легко представить себе, образно говоря, компьютеры, которые могут распознавать лица и эмоции, и это повысит качество перевода. Серьезно, я не думаю, что это что-то из ряда вон. Но это сложно. Есть такое знаменитое невозможное предложение для компьютера, когда вы говорите, что время летит как стрела. Фрукт летит как банан. И что здесь невозможного для компьютера? Потому что оба предложения грамматически идентичны, однако означают совсем разное. И почему компьютер не может выучить это так, как делаешь это ты. Да, хомски. То, что ты растягиваешь слова, меняет их восприятие. Да, да. Так что мы не знаем, когда компьютер сможет получить ваш жизненный опыт, человеческий жизненный опыт. Можно сказать, сознание. Дело в том, что будут ли они, в конце концов, обладать сознанием или пережитым опытом субъективных состояний. Каково это быть компьютером? Ну, теперь мы подошли к тесту Тьюринга. Я сказал, тест Тьюринга, ребята, просто потому что могу. Это было довольно впечатляюще. Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000.